Здравствуйте! Однажды жених пришел за консультацией, кровину, пересвадьбой и посреди остального он показал им приглашение, которое хочет разослать приглашенным Там было написано, мы рады пригласить вас на свадьбу Ривки и Хайма, которая состоится тогда-то и тогда-то в Большой Синагоге Бердичева Ировин возмутился, да как вы могли написать такое приглашение? Немедленно все исправьте А как надо? Надо написать так Мы рады пригласить вас на свадьбу Ривки и Хайма, которая состоится тогда-то и тогда-то в Иерусалиме А если Мессия не придет до этого срока, тогда свадьба переносится в Бердичев Я хочу вам рассказать о такой вещи, на которую мы в своей повседневной жизни не обращаем внимания Но тем не менее это было реальностью Например, я говорю о чтении Только один раз мы встречаем, что в 1 Тимофею 4.13 Павел пишет Занимайся чтением, занимай себя чтением И правда, лет 200 назад в черте оседлости Те люди, которые разговаривали на идиш Может быть даже не понимали ни русского, ни украинского, ни молдавского Но разговаривали на идиш Они даже ввели свой календарь по названиям недельной главы Вот в такой-то там На неделе, когда будет, на со В третий день мы с тобой организуем То есть люди были привязаны к этому И это было частью их жизни Чтение Библии Вся Тора разделена на недельные главы И весь этот цикл люди ориентировались Жили этим И чтение Библии Это одна из тех аспектов Знаете, в мессианских синагогах часто В основном люди приходят из каких-то других мест уже верующими И не всегда у них есть какая-то культура молитвенной жизни Культура чтения Писаний И как-то мы к этому делу относимся Смотрим сквозь пальцы А верующий Хорошо Присоединяйся И вот это вот наставление Новых членов Мессианских общин Не так сильно развито Может быть это касается и вашего собрания Но я поговорю о том, что читать Библию нужно Я знаю людей, которые принимают Божью жизнь из других источников Из общения со святыми Из молитвы Из учения апостолов И это все работает Но тем не менее И Бог их использует Но тем не менее Они знают, что что-то в их жизни Не так И да, можно углубиться Можно получить Божье благословение Глубже и больше Действительно регулярно И постоянно Читая священные писания Библию В среднем Я так подумал Обсудил Что цикл Торы разделен На то, чтобы Тора Прочитывалась Каждый год Для верующих Христиан Будет нормально Прочитывать Библию Целиком Один раз в год И в этом Нету ничего Сложного И в конце Этой передачи Я вам расскажу План Как я читаю Библию И я прочитываю Библию Четыре раза в год Полностью Почему? Зачем люди читают Библию? Из разных мотивов И в основном Эти мотивы Мы троичные Дух, душа и тело И эти мотивы Они переплетены И ни одно из них Нельзя полностью удалить И мы не будем говорить Плохое оно или хорошее Главное Чтобы мы это делали И первый мотив Это Человек приходит И ищет там Какое-то противоречие Чтобы Какому-то своему Верующему Человеку Показать Вот здесь написано так Вот здесь написано так И как ты думаешь И это сохраняется Чтобы Какому-то учителю Вот им сказать Да, я в теме Я это понимаю И как ты думаешь Вот этот Местописание Еще Отображается Этот мотив Он есть И он продолжается Но Будет лучше Если бы мы Перешли И занялись Другим мотивом Что Библию В том числе Надо читать И для себя Не для того Чтобы кому-то Рассказать Пояснить Блеснуть Эрудированностью Произвести Впечатление Есть такие Некоторые Скажем так Проповедники Которые Знают Библию На уровне Изучают Библию На уровне То Что я тут Отсюда могу Извлечь Чтобы потом Где-то Кому-то Рассказать Здесь Правило Айсберга Что Мы можем Рассказать Передать Только Одну треть От того Что Мы имеем Две трети Находятся Под водой И этого Не видно Другим Я вам Буду рекомендовать Например Я вам буду рекомендовать Прочитывать Библию Один раз в год Поэтому сам я Прочитываю Четыре раза в год Для себя Одно из Ключей Для Преуспевания Мы находим В книге Иисуса Навина 1.8 Да не отходит Сея книга Закона От уст твоих Но поучайся В ней День и ночь Дабы тебе Полностью исполнить Все что в ней написано Тогда будешь Благоуспешен Во всех путях твоих И будешь поступать Благоразумно То есть Вот эта Успешность Она зависит От того Насколько Ты Насколько Твоя голова Вращается В мыслях Слово Божье В библейских мыслях И Третья Третья Мотивация Это изучать Библию Для Бога Из любви Бога И Не только Для того Чтобы получить Какой-то результат Но Потому что Это Бог сказал Это да Письмо Любимого И Для того чтобы Вот эти вот Нет Для того чтобы Получить Пребывающий Плод Который идет В вечность Надо учить Не только Для Меркантильных Мотиваций Например Я заметил Что Иногда Среди Знакомых Я задаю вопрос Сколько раз Евреи Обошли Иерихон Прежде чем Упали его стены И Те люди Которые Вероятно Полагаются Больше На Слышание Проповедей Говорят Цифру 7 Но Те люди Которые Читают Книгу Читают Эту книгу И Углубляются И знают Ее чуть-чуть Больше Чем на уровне Детской Библии В картинках Говорят Надо Посчитать Почему Потому что Проповедник Может Сказать После того Как они Шесть дней Обходили Город Ерихон На седьмой День Стены Пали И Человек Запоминает Семерку После того Как они Семь раз Обошли В седьмой Раз Город Ерихон И Стены Пали И Человек Запоминает Семерку На самом Деле Они Обошли Шесть Раз Плюс Семь И Получается Такое Число Которое Вы Тринадцать Раз Ну Люди У которых Сильный Такой Практицизм Ну вот Скажите Ну и Вот Что Изменилось После того Как я Знаю Вот эти Вот Факты Вот Эти Подробности Вот Эта Разница Что Мне Это Дает Зачем Изучать Вот Эту Библию Вот Так Вот Как Евреи Под Микроскопом И Чтоб Все Было Ясно Вы Знаете В основном Люди Когда Оказываются В проблеме Идут К своему Духовнику Он им Говорит Какой-то Стих Писания Они Его Применяют В жизни И Это Срабатывает А потом Говорят Удивительно Я же Это Знал Я же Это Несколько Раз Даже Прочитал А Вот Вот Этот Уважаемый Человек Мне сказал И Все Получилось На самом Деле Это Это Вот Так И Работает Что Библия Это Святая Книга Один Раз Я Помогал Допустим В послании К евреям Есть Целый Список Людей Которые Проявили Свою Веру Если Человеку Нужна Вера Это Легко И Можно Найти Массу Примеров Библии Но Однажды Я помогал Человеку Который Склонялся Сделать ошибку Гедалии Сыну Ахикама Я ему Рассказал Эту историю Он предпринял Какие-то Действия Чтобы не Повторить Эту ошибку И Обычно Люди Даже Если Это Читают То Проскакивают Мимо И Даже Не знают Что такой Человек В Библии Есть Ну Упоминаются Но Сделать Какие-то Выводы В том То Все И Дело Когда Вы читаете Библию Читаете Глубоко Тогда Вы Проходите Через Трудную Ситуацию До того Как Оно Произойдет В вашей Жизни И Библия Дает Урок Как Выйти Или Не Попасть В эту Ситуацию И Вы И И И И Вы Вы И И И И И Вы 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 Просто Эти Проблемы Скатываются Как Сгуси Вода Давайте Сейчас Прочитаем Лука 13 6 Я вам Скажу Одну Историю Несколько Лет Назад Дело Было Зимой Я Позвонил Своей маме На Украину Я говорю Мама У нас В саду Есть Деревья Которые Уже Несколько лет Не плодоносят Не дают плода Не дают результата Она говорит Насколько Хочешь Я говорю У меня Есть к тебе Большая просьба Моя мама Пока не верующая У меня Есть к тебе Большая просьба Пожалуйста Выбери Одно Дерево Сделай С ним Вот Что-нибудь Такую Вот Сценку И Начала Ей Рассказывать Вот эту Историю Я читаю Лука 13.6 Некто Имел в винограднике Своем посаженную Смоковницу И пришел Искать плода На ней И не нашел И сказал Виноградарю Вот я третий год Прихожу Искать плода На этой смоковнице И не нахожу Сруби ее На что она Землю занимает Но он сказал Ему в ответ Господин Оставь ее На этот год Пока я копаю ее И обложу навозом Не принесет ли плода Если же нет То в следующий год Срубишь ее И вот так вот Взять топор Поговорить с деревом Объяснить ему Что Вот такая вот ситуация И Ну я читал это В интернете То что в интернете Не верю Сделать такой эксперимент Вот с этим деревом Моя мама говорит А Это что Обухом то пора Там перед Зимой Постучать По По дереву Я говорю Да 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 Можешь так Попробуй Мама Так Ничего не пообещала Но Когда я через полгода Приехал к ней в гости Я ходил по саду Я посмотрел На одно дерево Увидел там Серьезные Такие зарубки Я говорю Мама что это такое А это ж ты мне Вот это звонил Сказал сделать Я поднял голову вверх И увидел Это было дерево слива И там наверху Дерево Оно усыпано Плодами И так Библия тоже работает Да Оказывается Есть такая Технология В садоводстве Заставить дерево Плодоносить Деревья Понимают Библию Наверное Больше Конкретнее Чем Некоторые Упрямые Люди И если Вы Проходите Через Искушение И Оказываетесь В искушении И у вас Уже есть Урок Библейский Урок Как надо Поступать Тогда В этот момент У вас Появляется Выбор Как поступить По своим Страстям Или В послушании Богу Вот тогда У вас Появляется Выбор Вот это Та технология Когда Дух Святой Влияет На ваше сердце И Евреям 10-16 Упомянута Цитата Из Иеремии Вот завет Который Завещаю им После тех дней Говорит Господь Вложу законы Моим В сердца Их И в мыслях Их Напишу Их Вы знаете Что Обычно Скрижали Завета Вот эти два Скорее всего Это было Два Каменных Два просто Камня Плоских Камня Но их Всегда на всех Рисунках Рисуют Так сверху Закругленными Хотя Маловероятно Что они были Такими Скорее всего Квадратные Прямоугольные Это связано С традицией Вот с этой С традицией С тем Что закон Будет написан В сердцах Если две Скрижали Положить рядом То получается Сверху Как будто Изображение Сердца Итак Вложу законы Мои В сердца Их И в мыслях Их Напишу Другое место В молитве Шма Исраэль В русском Переводе Это не так Видно Но Положу Слова Мои На сердце То есть Мы можем Положить Эти слова Только На сердце Сверху Но Бог Если мы В этом верны Бог Может Эти слова Из того Что они Лежат В состоянии На сердце Здесь Вложить Внутрь Сердца Это Общее Дело Наша Сторона Наша Обязанность Положить Эти законы На сердце Что Еще Вы Знаете Где Находится Самая Длинная Полметра Да Между Головой И Сердцем Что Если Человек Знает Он Не Обязательно Это Делает Как Сказал Один Политик Хотели Как Лучше Получилось Как Всегда Он Знает Он Думает Но Не Получается Потому Что Все Только В голове Вот Такие Верующие Головастики Это Серьезная Проблема И Моя В том Числе Знаем Больше Чем Делаем И Другой Другая Поговорка То Что Мы Не Повторяем Мы Как Обычно Забываем То Что Мы Не Повторяем Мы Забываем Поэтому Я Читаю Писание Утром Вы Знаете Первый Час После Пробуждения Это Самый Важный Час В Дне Есть Люди Нетренированные Когда После Сна Душа Возвращается В тело Нехотя Человек Просыпается Умывается Одевается В автобусе Трясется На работу Начинает Работать А Выпивает Чашечку Кофе И Вот Тут У него В голове Появляется Первая Мысль Когда Будет Обед А Есть Люди Тренированные Он Только Что Проснулся Я Знаю Такое И Уже Через Несколько Секунд Человек Способен На Высшую Форму Интеллектуальной Деятельности Молитву Через Несколько Секунд Он Уже Молится С Полнотой Сердца Это Тренированные Люди Я Читаю Библию По Утрам И Я Прочитал Несколько Десятков Раз И Во время Моего Утреннего Чтения Нет Больших Шансов Открыть В Библии Что-то Новое Но Зачем Я Читаю Когда У меня Вот это Состояние Нормального Человека Когда Проснулся Кто Он Где Он Пытается Вспомнить Куда Ему Надо Ити Или Все Делает На Автомате Так Вот Вот В эти Моменты Когда Душа Определяется В каком Она Мире Куда Она Попала Ей Нужно Напомнить Что В любых Ситуациях Которые Произойдут Сегодняшний День Бог Находится Над Своим Троне На своем Престоле И все Держит Под Своим Контролем В Любых Ситуациях Если Мы Это Не Повторяем Мы Это Забываем И Очень Легко Забыть Что Бог Есть И Он Держит Все Под Своим Контролем И Вот Это Мне Такая Вот Такой Способ Я Для Себя Нашел Чтобы Себе Это Напомнить Ну И С Другой Стороны Приходишь Другу Когда Работаешь Друг Ну Почему У тебя Такое Состояние Какое-то Невменялое Квелое Он Говорит Ну Что Что Ты Чувствуешь Я Такое Состояние Как Мокрая Соль В Солонке Говорит Что Такое Мокрая Как Она Себя Чувствует Он Говорит Ну Что Не Высыпаюсь И Такое Бывает И Дальше Второе Петра Вторая Глава Второй Стих Написано Так Как Новорожденные Младенцы Возлюбите Чистое Словесное Молоко Чтобы От него Возрасти Вам Воспасение Молоко Молоко Субтитры подогнал «Симон»